Приветствую вас! И давайте попробуем разобрать с вами ваш вопрос. Вы пишите, хотелось бы научиться не зависеть от чужого мнения и не обращать внимания на кривотолку в свой адрес. Удивительно, но не зависеть от чужого мнения и не обращать внимания на кривотолку в свой адрес, за кажущейся схожностью того, о чем вы пишете, скрывается некоторое свежее различие. И это различие связано с тем, что сплетни выражаются в неверном понимании того, почему люди это делают, чем люди, например, руководствуются, когда сплетничают, например, и так далее. А именно если мы говорим о таких вещах, как зависимость от чужого мнения, то здесь мы можем вести речь и про определенную социальную позицию человека. Ну, например, значимость чужого мнения вообще, как такового, да, то есть объективно, вот, что такое вообще чужое мнение, какое оно имеет значение, почему к этому чужому мнению, например, вы прислушиваетесь, да, почему вы позволяете этому чужому мнению влиять на себя, чем это продиктовано. Вот такие, казалось бы, обыденные вопросы, на мой взгляд, здесь они имеют очень большое значение, ну, просто потому что, просто потому что, именно они скрывают то, как вы относитесь к чужому мнению. Понимаете, вот именно они вскрывают то, как вы относитесь к чужому мнению. Поэтому здесь нам нужно, скажем, определить именно то, с чем связана ваша зависимость. Либо с тем, что вам, например, внушили, ну, скажем, вам внушили, например, ваши родители, что общественное мнение важно и что его нужно там ценить, например, и что оно очень значимо. И тогда это родительские установки, и нужно разбирать детские родительские отношения. Если вы зависите от общественного мнения в принципе, потому что оно, как бы, задевает вас и заставляет вас же чувствовать себя, например, хуже, это другое. Это вопрос неуверенности в себе. И тогда можно говорить о том, что ваша неуверенность в себе проистекает именно из определенных сомнений в себе. То есть вы по каким-то причинам в чем-то в себе сомневаетесь, и это проявляется в том, что вы, скажем так, ну, более падки, может быть, на общественное мнение. То есть общественное мнение, по сути дела, просто зеркалит, то есть отражает то, как вы воспринимаете себя, то, как вы относитесь сами к себе. Ну, например, если вы себя не любите, или вы сомневаетесь в своих достоинствах и так далее, то, соответственно, если вам скажут, что вы плохая, или что вы недостойная, то вам, естественно, будет это очень больно и обидно слышать. То есть здесь, чтобы вы правильно понимали, все упирается именно в то, как вы относитесь к себе. И помимо этого, помимо этого, еще, не менее важный момент заключается именно в том, что общественное мнение, оно всегда обусловлено определенным социальным положением в том обществе, в котором вы находитесь. То есть социальная среда, социальная обстановка обуславливает общественное мнение, которое к вам проявляется. Со стороны, ну, например, вот тех же окружающих людей, да, это вот такой, на мой взгляд, ну, важный момент, очень важный момент, потому что, чтобы вы понимали, общество всегда болезненно реагирует, когда кто-то, там, действует не так, как оно, это общество, например, считается правильным, нужным, верным и так далее. И общество всегда пытается принудить человека к тому, чтобы он делал так, как считает именно оно общество. Оно всегда пытается человека заставить поступать так, как хочет оно, а не человек. И это нужно понимать, таков закон общества, как оно, я имею ввиду общество, себя защищает. Вот это вам нужно постараться понять, что именно так общество защищает свою целостность. И оно будет, оно будет всегда осознать вас. Но не потому, что вы, например, плохая, не потому, что вы, например, там, ну, какая-нибудь, там, недостойная, да, и так далее. Нет. Общество будет вас осуждать потому, что оно не приемлет любое отклоняющее себя, иными словами, девиантное поведение, чем то, которое принято в нем, потому что это несет угрозу. Угроза для общества, с одной стороны, и соблазн для членов общества поступить так, как, например, поступаете вы, поступить так, как поступаете вы, и тем самым сломать, ну, скажем так, как, сломать определенный шаблон. Вот это нужно вам для себя постараться уяснить. И одновременно с этим, ваше уверенность в себе, принятие, принятие, принятие себя и так далее, это вот нужно обязательно проработать. Далее, если мы говорим с вами о таких вещах, как кривотолки в свой адрес, то кривотолки, если я правильно вас понимаю, это сплетни. Кривотолки это сплетни. Если это сплетни, то нужно подумать, вообще-то говоря, а почему люди сплетнями занимаются вообще? Почему люди начинают сплетничать? Почему люди увлекаются вот этими вот вещами, там, сплетнями и так далее? Чем продиктовано подобное поведение? Подобное поведение продиктовано, во-первых, всегда пустотой в своей жизни, это первый и важный аспект. Второй аспект, стремление осуждать другого человека, стремление осуждать другого человека, потому что, ну, когда осуждать другого человека сам, то самому себе в этот момент, кажется, ну, куда более, куда более, куда более, лучше, куда более интереснее, куда более правильнее, ну и так далее. И так далее. Вот, и, собственно, еще причина, по которой люди строят сплетни, это желание, значит, наполнить свою жизнь, желание сделать ее более полной, желание наполнить ее иллюзией определенной. вот, мне хотелось бы, чтобы вы это помнили, и, и, кривотолки о вас, они на самом деле будут всегда, они будут всегда, они будут, вне зависимости от того, что вы будете делать, и как вы будете вообще себя вести. тут нужно понимать, что кривотолки нужны людям, не вам, а людям. кривотолки нужны именно людям, люди нуждаются в кривотолках, понимаете в чем дело? Именно люди. так, что, что бы вы ни делали, как бы вы себя не вели, все равно придется сталкиваться с тем, что о вас будут ходить какие-то слухи. все равно. И вот это, я надеюсь, я очень надеюсь, вы постараетесь для себя понять, как реагировать на кривотолки. на кривотолке стоит реагировать таким образом, что это фильтр, своего рода это фильтр, который помогает вам отсеивать людей ненужных вам. потому что, если люди прислушиваются к сплетням, если люди прислушиваются к слухам, которые кто-либо распространяют про другого, этот человек очень внушаемый, внушаемый, и его легко настроить против другого, просто путем предоставления такой вот информации, ну, не совсем позитивной, скажем, о человеке. вот и попробуйте задать себе вопрос, нужен ли вам такой же человек именно в вашем окружении. Это первое. Второе. Постарайтесь подумать о том, раз сплетничают, значит, вы привлекаете внимание. Раз вы привлекаете внимание, значит, вы общественно значимы, как бы. А если вы общественно значимы, значит, вы идете верным путем. Но у людей, к сожалению, есть такие чувства, как зависть, нежелание признать там успешность других и так далее. И в этом случае вам нужно просто принять, что дело не в вас, а в них. Это они так реагируют на то, что вы ведете некую общественно значимую жизнь свою. И это на самом деле именно их проблема. Это их проблема, проблема этих людей, а не ваших. Я надеюсь, что вы вот этот момент постараетесь понять, постараетесь его осмыслить. Иными словами. Иными словами. Иными словами. Иными словами. Что происходит? Происходит то, что вы реагируете негативно на то, что люди делают всегда, на то, что люди проявляют всегда. Только потому, что, с одной стороны, вас это задевает почему-то, с другой стороны, вы неверно к этому относитесь. И здесь, по моему мнению, можно говорить о том, что вам нужно менять к этому отношение. Именно изменение отношения к тому, что происходит, без возможности поменять саму ситуацию, является единственным выходом в данной ситуации, в данном аспекте для вас. Вопрос на вопрос в том, хотите ли вы это делать. Вот это, на мой взгляд, важный вопрос. Потому, что я просмотрел ваши предыдущие вопросы. Вы довольно коротко их задаете. У вас достаточно маленький уровень рефлексии, как это мне показалось. Вот. Тогда как психолог работает с информацией, которая предоставляет ему клиент. И это, на самом деле, подход, я бы сказал, не самый конструктивный к решению своей проблематики. Потому, что вы живете в зависимости от общественного мнения уже какое-то продолжительное время. Вы живете в нем. И, соответственно, вот так сразу, сходу, вы не сможете научиться. Научение происходит путем тренировки, путем применения навыков. А это работа. Это работа над собой. Это развитие. Это взлет. Но это и падение. Падение, я имею ввиду в том плане, что по теории оперантного научения, человек при осваивании чего-то нового для себя может испытывать определенную регрессию. В данном случае регрессия реальна. И она нормально. Она свидетельствует о том, что вы двигаетесь в верном направлении. Вопрос в том, как вы сами оцениваете, как вы сами относитесь к самому процессу научения. Далее. Вы говорите, значит, за внешне сильной и самостоятельной женщиной скрываются вот такие неприятности. Что мы имеем здесь? Значит, мы здесь имеем то, что вы, по сути, продвигаете невротическое поведение. То есть, вы для других одна, а сами с собой вы другая. И это плохо для вас. Потому что нужно всегда, везде, со всеми быть одной. Для этого надо понять, какая же вы. Почему вы хотите именно казаться сильной и самостоятельной женщиной, когда в действительности вы ей не являетесь? Для чего? Что вам медведь? И зависимость от чужого мнения и скрывотонки – это обычное явление. И это нормально. Как нормально обращать на него внимание в известной степени. Но вы-то, получается, ставите себе целью быть сильной и самостоятельной. Вопрос в том, для чего? Не является ли подобный вектор вашего развития, скажем, реакционным поведением на страх? На страх того, что вами, например, воспользуются. На страх того, например, что на ваш счет как-то выгоду человек получит и так далее. То есть, вот здесь нужно обязательно посмотреть на соотношение того образа, который вы выстраиваете для других. И того, как вы видите сами себя. И определить причины наличия разницы между этими двумя ипостасами вас по отношению к себе и по отношению к другим людям. Если эта разница будет видна, если эту разницу убрать, то я думаю, вы придете к определенной гармонии с собой. И уже тогда можно будет говорить о том, плохо ли для вас зависеть от чужого мнения и обращать внимание на кривотонки свой адрес или нет. То есть, я имею в виду, что иногда чужое мнение содержит элементы конструктивной критики. И я имею в виду, что иногда кривотонки тоже содержат элементы конструктивной критики. Важно это дифференцировать, чтобы корректировать свое поведение. Но для того, чтобы не зависеть от чужого мнения и чтобы не обращать внимание на кривотонки свой адрес, нужно быть уверенным в себе человеком. Чтобы быть уверенным в себе человеком, нужно, во-первых, принимать себя таким, какой он есть, в моем примере этот человек. И второе, это не сомневаться в себе. И если эти сомнения есть, то постараться определить, в чем суть этих сомнений, в чем они заключаются, эти сомнения, и что можно сделать, чтобы эти сомнения развеять. Вот так, я думаю, вам нужно будет поступать. То есть, понимаете, ваш запрос, он вообще-то на долгосрочную работу, а не на такой вот ответ сиюминутный здесь и сейчас. Если бы вы доставили больше информации, можно было бы понять, что именно вас беспокоит. Какого рода, например, кривотовки. Может быть где-то очевидная зависть, может быть где-то очевидное непринятие вашего поведения и так далее. Но ваш вопрос, он слишком общий. Поэтому и ответ на него тоже общий. А если вы хотите, чтобы ответ был более конкретным для вас, то необходимо, чтобы вы сами предоставили больше информации. Например, всегда ли вы зависели от чужого мнения? Если нет, то с какого момента? Если всегда, то когда это стали замечать, и чем это было обусловлено? А если вы не обращаете внимание на кривотолки, также вопрос. Когда вы начали обращать внимание на кривотолки, чем это было обусловлено? Несмотря на все-таки разную природу одного и другого, именно в вас эти два элемента обусловлены одним критерием. И этот один критерий именно неуверенность в себе. Вот именно с неуверенностью в себе и нужно работать. Это терапия, психотерапия. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...